Сегодня о том, что шахта была в его жизни, напоминают только многочисленные фотографии друзей и товарищей по работе. А в советское время, автоматизируя проходческие добычные комбайны, Юрий Русаков объездил многие шахты Союза. На восток я был вот это Междуреченский, на запад был Кокт-Лоярвы, на север в Оркуте, а на юг сюда, ну, этот самый, Укрзападуга. Юрий Русаков видел, в каких условиях добывают уголь шахтеры разных республик. И сегодня мужчина с уверенностью утверждает, черное золото на Донбассе дается нелегко. Самый тяжелый бассейн – это Донбасс, Донецкий угольный бассейн. Почему? Потому что здесь пласты залегают глубоко, маленькие и еще под разными углами. И порода не держится, подпучивает, то есть тяжелые горно-геологические условия, из-под воль. Вот так вот природа заложила. А потом совершенно случайно в его жизнь пришла фотография. Он полюбил репортажную съемку. Юрию Петровичу нравилось улавливать интересные моменты из жизни. Шахтерские будни и праздники для фотографа стали творческой удачей. Однако особенно мужчине удавались портреты горняков. Грусть и радость, усталость и бодрость – все эмоции, которые отражались на их лицах, он улавливал своим объективом. Это вообще удивительный человек. Вот этот, ну молодой же, совершенно молодой. Этот уже постарше, но красавец. Он весь благородный. Там все о взгляде заключено. А седина, да все, понимаете, взгляд, все. С ностальгией мужчина вспоминает советские времена. Тогда оплата была не единственным мерилом почетности шахтерского труда. Люди, которые каждый день опускались под землю, считались настоящими героями. Шахтерский был тогда в почете. Это было почетно стать. И смотрите, сколько династий. Отец, сын. Потому что у отца шахтерская слава. То, пятое, десятое. То есть действительно был почетный. И молодежь тоже шла туда. Почему? Потому что почетные. Они все приезжали. Вот шахты. А еще первые глазки вот так черненькие. Девчонки смотрят. О, шахтер, шахтер. Иногда Юрий Петрович любит экспериментировать. Снимать шахтеров до смены и после. Что происходит с ними за эти шесть часов? Работая в тяжелых условиях под землей, по выезду они, как никто другой, умеют радоваться самым простым вещам. К примеру, солнечному свету. Шесть часов отдать под землей в отсутствии, будем говорить, нормальных условий для дыхания, температуры. Накладывается вот печатать. Вот видели, там идет, ну совсем вот такой вот понурый. Ему сейчас бы водички глотнуть или сигаретку. Он оживет. Ну а баня все восстанавливает. Я возвещаюсь вообще человеком рабочей профессии. Путь-то шахтер, металлург. Это действительно люди, которые зарабатывают всем. Вот это действительно самое настоящее. Они и чиновники там, ну и все прочее. Фотограф говорит, шахтерская судьба у всех, кого он снимал, складывалась удачно, без травм и несчастных случаев. И он помнит всех своих героев. Преломляясь через свет и тень, на фотобумаге навечно застыла человеческая эмоция. Кусочек чьей-то неповторимой жизни. Дороже этого нет ничего на свете.